Привет всем! Когда мы сидели на сходке Йогана на празднике, был вопрос в разговоре, который, по-моему, на запись не попал. Молодой человек спросил у Йогана, какие должны быть три главных качества в женщине для долгосрочных отношений. Ну, то, что называют условно-годное. Йоган дал свой ответ, и я повторять его здесь не буду. Если захочет, он сам поделится. Я внимательно слушал, это было интересно. К разговору не пришлось, но я сам про себя думал, что бы я ответил на такой вопрос, если бы меня сейчас спросили. И думал-думал и решил, что мне есть что сказать на эту тему. У меня есть частное мнение. Кое-что сложилось. Скорее всего, я не так бы ответил пять лет назад, и не факт, что через пять лет отвечу так же. Что-то, наверное, изменится. Но вот на сегодняшний день, думаю, что я готов сформулировать. Причем тут должен согласиться с Йоганом, что качества эти на самом деле одинаковые, что для мужчины, что для женщины. Итак, первое и самое главное, я бы сказал, сепарация. То есть взрослый самостоятельный взвешенный человек должен быть достаточно хорошо отделен в хорошем смысле от собственных родителей и других членов семьи. То есть он должен быть физически независим, способен сам себя содержать, психологически независим, то есть сам решает свои приоритеты, чего он хочет, как он этого достигает и так далее. В общем, способен на независимое суждение и готов сам нести за них ответственность, то есть свои решения принимать и самому за них отвечать. Вторая вещь – это взвешенное здоровое отношение к обоим своим родителям. То есть, с одной стороны, уважение их обоих, с другой стороны, понимание, что это и не дьяволы, и не ангелы, а просто люди, с признанием и положительных, и отрицательных черт. На самом деле, это пятая заповедь христианская, которая стоит выше «не убей», выше «прелюбодеяния», выше «не укради». И смысл ее, по-моему, не только духовный, он психологический. На самом деле, мы ведь не знаем в глубине родителей своих, для нас все равно это некие роли, персоны, проекции. Это наши, соответственно, женское и мужское ядро психики. Причем это верно и для женщин, и для мужчин. Там можно обозвать это образом анимы и анимуса, можно образом матери-отца, можно образом там инь и янь. Это совершенно неважно. Речь про одно и то же явление. Причем одинаково опасно как обожествление, так и очернение. Так что вот такое взвешенное восприятие, уважение, сочувственная любовь, но в то же время отсутствие слияния. Смотрите пункт 1. И пункт 3. Это, по-моему, способность и умение испытывать счастье. Понимание, что, во-первых, счастье – это личное достижение человека, часто личный выбор человека. Это скилл, навык, который можно и нужно осваивать, практиковать и упражняться в нем. И понимание, что в первую очередь счастье зависит от тебя самого, не от кого-то. То есть самое, наверное, опасное, что в этой ситуации человек может сказать, это, что кто-то должен меня сделать счастливым. Или некий человек, или некая вещь. Вот если мне это дать, то я буду счастлив. Вот это осознание счастья как личного достижения, как выбора осознанного, личной ответственности человека. Во многом это нравственный выбор и признак личностного развития. Мне так кажется на данный момент. Так что, подводя итог, полноценная сепарация, уважение к родителям и осознанное счастье. Конечно, это не полный список качеств, но это, наверное, то, что я бы поставил на самое главное место. По крайней мере, если чего-то из этого у человека нет, то это предвещает большие проблемы по жизни вообще и в общении в частности. Как-то так. Всем пока, удачи, желаю всем этих свойств в избытке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!